Скандал с Сименсом, крайне болезненный для российского самолюбия, только разгорается. Смешно вспоминать комментарии патриотичных юзеров и даже экспертов, которые с ухмылкой и подхихикиванием еще пару недель назад гордились, как ловко они развели Сименс, то косили под мудрых искандеров, да этот Сименс все с самого начала знал, ему только бабло было нужно. Немцы же не на шутку переполошились, их телодвижения все меньше похожи на символические, к примеру, они уже дошли до того, что впрямую обвинили национального лидера во лжи. Якобы Путин в свое время лично гарантировал Сименсу и немецкому руководству, что их турбины в Крым не попадут, то есть Сименс фактически заявил, что эти турбины он поставил под личные гарантии Путина, что усе будет хорошо и что Путин их попросту кинул. Реакцию патриотической общественности, знакомой с понятиями, легко предсказать. С лохами, мол, не разговаривают, лохов обувают, пусть лох, то есть Сименс, жалуются теперь куда хочет, ха-ха, безнесюки, они терпелы по жизни, ничего проглотят и т.д. в том же духе. И самые патриотичные, поди еще и в Великую Отечественную войну вспомнят, ездят же дебилы по городам России с дурацкими надписями на своих повозках, можем повторить и на Берлин. Вот тут точно такой же подход. Однако, думается мне, прямой наезд на Владимира Владимировича со стороны данной коммерческой компании дурной знак. Сие означает, что немцы в самом деле отморозились и настроены отмазываться всерьез. Тем более, что тут же следует подтверждение серьезности намерений. Цитата. Немецкий концерн Сименс инициировал процесс разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями на поставку оборудования для электростанций. Об этом говорится в официальном сообщении компании. То бишь, Сименс начинает процесс полного ухода из России. В связи с этим хотелось бы задать вопрос все тем же хихикающим. Друзья, а можно ли вообще считать Сименс лохом, которого можно и нужно кидать и разводить? Разводить-то, понятно, можно кого угодно. Однако, в России с десяток электростанций, причем большинство в крупных городах, оснащено оборудованием Сименс. Если Сименс уйдет из страны и перестанет производить их сервисное обслуживание, чем же тогда все это, собственно говоря, закончится? Ответ на самом деле коренится в более общем. Кем является для России Сименс вишенкой на торте, роскошью, тем жиром, с которого положено беситься? Или Сименс для России это жизненная необходимость? Компания, поставляющая то, что России взять больше негде. А Россия сама делать это давно разучилась, а то и никогда не умела. Я боюсь, что реальность, стоящая за ответом на эти вопросы, может оказаться весьма бесполезной. Ведь России уже объяснили, что обращение к турбинам Сименс при строительстве электростанции в Крыму было чуть ли не безальтернативным, потому что такие турбины больше никто, я повторяю, никто в мире не делает. Хотелось бы по-детски удивиться, а мы-то, а мы-то оказались не по этому делу. То есть скандал с турбинами приоткрывает два неприятных факта. Прежде всего, россияне слабые. Что особенно болезненно, слабы умишкам, слабы их инженеры. Во-вторых, Россию конкретно гнобят. Мне возразят, что в обоих открытиях нет ничего нового. Оно, мол, и так всем известно. Да, соглашусь, было известно. Но в значительной степени звучала абстракция для рядового обывателя. А тут турбины, электростанции весомо, грубо, зримо. Понятно зачем. Да, пишут, что российские энергокомпании прямо сейчас в массовом порядке переманивают к себе на работу сименсовских инженеров, кладя им баснословные оклады. Есть надежда, что перекупленный персонал сможет наладить сервис турбин Сименса без Сименса. Но это уже настоящая промышленная война. Следующая за гибридной. И она уже проиграна. Узелки затягиваются все туже.